Глава с 24 стиха и ниже такие слова. Другую притчу предложил он им, говоря, Царствие Небесное подобно человеку, Посеявшему доброе семя на поле свое. Когда же люди спали, пришел враг его И посеял между пшеницею плевел и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, Тогда явились и плевелы. Придя же, рабы до молодыки сказали ему, Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, Откуда же на нем плевел? Он же сказал им, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, Вы не выдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, Чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Из 36 стиха прочитаю еще один текст. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, И приступив к нему, ученики его сказали, Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, Сеющий доброе семя есть сын человеческий, В поле есть мир, Доброе семя это сыны царствия, А плевелы сыны лукауа, Враг посеющих их есть дьявол, Жатва есть кончина века, А жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, Так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, И соберут из царства его все соблазны, И делающих беззаконие, И вергнут их в печу огненную, И там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, В царстве отца их. Кто имеет уши, слышит, дослышит. Я прочитал в первоначальном виде эту притчу, Как Христос ее рассказал, А потом немножко такое пояснение для нас, Где сам Христос объясняет эту притчу. Пшеница и плевелы. Вот о чем говорится здесь. Что такое плевелы? Вы знаете, не все знают, что такое плевелы. Скоро молодежь не будет знать, что такое пшеница. Они будут думать, что булки с хлебом, Они в магазине продаются и все. Говорят, что плевелы, Когда мы смотрим на пшеничное поле, Они ничем не отличаются от пшеничных колозьев. Практически отличить их очень трудно. Даже опытные земледельцы не могут их отличить. Уже при жатве, когда идет молодьба, Когда их просеют, уже видно. Пшеница это наполненный колосок, зернышком. А плевелы это муляж. Я не знаю, как сказать. Это пустота. Это ничего. Плевелы абсолютно не приносят никакой пользы человеку. Плевелы или корни плевел, Они так тесно, говорят, переплетаются с корнями пшеницы, Что отделить их очень трудно. Практически невозможно. Только одна жатва, Она уже может показать, Что было пшеницей, а что было плевелом. Что означает сегодня данная притча? Это текст Писания. Чему он нас учит, дорогая церковь? Если бы мы были внимательны именно к второй части отрывка, Которую я прочитал, Она учит нас трем основным истинам. И это истины, которые очень важны. И от понимания этих истин, Многое человеку становится понятно. Первое, чему она учит, Это то, что дьявол это реальная личность. Вроде бы с этим никто сегодня не спорит. Но мы должны понимать, Что на извечный такой вопрос человека, Почему в этом мире существует зло, Или почему присутствует несправедливость? Почему страдают дети? Почему одно, другое, третье, Все негативное в этом мире, Кто в этом виноват? И люди часто бросают этот вопрос в небеса. И они спрашивают Бога. Но эта притча нам с вами четко, ясно говорит, Что источник зла это дьявол. Эта притча говорит о том, Что Бог не сеял зла. Написано, что враг человек пришел И посеял между пшеницей и плевелы. Это сделал сатана. Мы читаем с вами апостол Петр В первом послании, в пятой главе говорит так, Что дьявол ходит, как рыхающий лев, И ища кого поглотить. В Евангелии от Матфея 13 глава Мы можем прочесть такие слова, Что лукавый, сатана, похищает посеянное слово. Там Христос тоже говорит о притче. И говорит о сеятеле, который вышел сеять. И вот он сеет семена, Слова Божьего. И они попадают на разные почвы людских сердец. Но приходит враг, который похищает это слово. И эта притча о пшенице и плевелах. Она говорит о том, Что есть зло, и есть сатана, И он источник зла. Все, что мы видим, плохое, негативное, Этому есть хозяин, Есть автор этого негатива, Это дьявол. Эта притча учит нас второй истине. Она говорит о том, Что все, что мы видим, доброе, Всякое благо в этом мире, Автор этого блага, Или источник этого блага, Это Бог. Яков в первой главе 17 стихом Скажет нам такие слова. Всякое даяние доброе, И всякий дар совершенный, Не исходит свыше от Отца, Святого, у которого нет изменения, И не тени перемены. Таких текстов на самом деле очень много. Самый такой универсальный текст, Который греет сердце всякого верующего, Это известный нам, Еще, наверное, с воскресной школы текст. Евангелие от Иоанна 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал Сына Своего единорода. Бог это источник любви. Вы знаете, может быть, Будет правильно или неправильно, Но мне кажется, даже в людях, Если взять в общем, Вот то доброе, которое есть в них, Начало, Какие-то добрые побуждения, Позывы, помочь человеку, Сделать добро, Или сказать хорошее слово, Ну все доброе в этом мире. У этого есть источник. Это Бог. Это Бог. И Писание так четко, ясно говорит. 2 Петра, 3 глава, Мы можем прочесть такие слова, Милости Божьей. Не медлит Господь исполнение обетованием, Как некоторые почитают, То медлением, Но долго терпит нас, Не желая, чтобы кто погиб, Но чтобы все пришли к покаянию. Бог долго терпит человека. И Он снабжает человека Всем-всем необходимым для него. Это вторая истина из этой притчи. Но есть третья истина, Она уже близко к нашей теме. Наступит время подведения итогов. Каждый год мы справляем, Или отмечаем праздник жатры. И вы знаете, Это как репетиция какая-то. Мы на земле, Здесь репетируем. В свое время будет Уже та реальная жатра, Когда мы говорим, Предстанем пред Богом. И уже не будет этих даров земных, Которые мы получаем от него, И показываем ему, И благодарим. Но мы сами будем в образе этих даров. Мы сами будем. Мы будем этой витриной. Но сейчас это как репетиция. И этот текст Писания, Который я прочитал, Говорит о том, Что придет жатва. Бог пошлет жнецов. Они пойдут. Мы читаем книгу Откровения, И другие книги. И они пожнут. И тогда выявится, Кто был пшеницей, А кто был плевелом. На этой земле. Многие люди сегодня говорят, Что с точки зрения Логики человеческой жизни, Живя здесь на земле, Ну не совсем выгодно Быть праведным, Или честным человеком. Потому что честные люди, Они как бы страдают. В этом мире нельзя жить честно. По-человечески, Да. По-божьим, Нет. Если сегодня человек Не задумывается о вечности, Он не думает о той жатве, О тех итогах, Конечных итогах, А живет только временным, То, что он видит, Представляет, То рано или поздно, Он очень сильно обманется. Он будет обманут, Он не будет вознагражден. Жатва его будет весьма-весьма негативной. Дратья и сестры, Когда читаешь этот отрывок, И для себя сам думаешь, Чему это учит нас В практическом применении? Как мы можем применить, Кроме того, Чтобы мы поняли о том, Что в мире зло, И зло от сатаны. И он всегда сеет эти семена В сердцах людских. Бог источник добра. И он любит человека. И он все делает, Чтобы дать, Снабдить, Благословить человека добром. Кроме того, Что мы поняли, Что будет жатва. И мы рано или поздно Предстанем на эту Божью жатву. К чему оно должно Все это нас научить? К чему оно должно Нас привести? Как победить плевел? Я сказал в начале о том, Что отделить пшеницу От плевел От плевел Практически невозможно. И хочется сказать, Может быть, Немножко противоречия себе Далее. Говоря так, Что если ты плевел, Ну, образно говоря, Если сравнивать с человеком, То ты никак не можешь Стать пшеницей. Все. Это определено Как-то из самого начала. Но нам бы хотелось Сказать о том, Что можно перерасти, Или, вернее, Изменить положение вещей. И из плевел Стать пшеницей Как? Ну, Давайте употребим Такое слово Можно перерасти От этого состояния. Уйти от опасности, Стать сорняком. Писание говорит о том, Чтобы человек Четко, ясно представлял. Он для Бога важен. Он имеет плод Или не имеет. Но человек В каком-то смысле Это состояние Определяет для себя. Он определяет, Будет он Тем добрым Для Господа Сосудом. Важным. Будет ли он Тем деревом, Которое приносит плод. Или будет деревом, Которое не приносит Никакого плода. Есть ли у нас сила, Чтобы Перерасти Это состояние Сорняка. Апостол Павел Бригганам 7 главе 18 стихом Скажет Ибо знаю, Что не живет во мне, То есть плоти моей Доброе. Многие знают Это на тревоге. Потому что Желание добра Есть во мне, Но чтобы сделать Оное, Того не нахожу. Доброго, Которого хочу, Не делаю, А злого, Которого не хочу, Делаю. Это как Атака На нас. Опять-таки Не будем забывать Притчу О том, О чем она говорит О наличии зла И об источнике зла. Матфея 15 глава Мы читаем Ибо из сердца Исходят злые помыслы Убийства Прелюбодеяния Любодеяния Кража Лжесвидетельства Хуления А вот такой текст Филиппийцам 2 глава 13 стих Потому что Бог производит Вас Хотение И действия По своему Благоволению. Невзирая На все Негативное Что может Произойти Из нашего Сердца Невзирая На то Что зло Атакует Потому что Враг Сатана Часто это Сеет Зло Но Бог Производит В нас Хотение И действия Бог В свою очередь Снабжает Нас Всем добрым Всем хорошим Любовью Благом Которое мы Имеем в своем Сердце Либо не имеем В своем Сердце Мы читаем В этой притче О том Что Когда Очень важная Деталь На мой взгляд Когда Все спали Пришел Враг И посеял Как сеется Зло Братья и сестры Оно Сеется Тогда Когда люди Теряют Бдительность Когда Ночь А ночь Это как символ Потери Бдительности Бодрости Это символ Когда правит Опять-таки Силой Зла Когда Мы В своем Сердце Принимаем Что-то Негативное То Что не Славит Бога Когда Это Наступает Очень Часто Это Наступает Тогда Когда Мы Не Бодрствуем Когда Мы Или вернее Нам кажется Что у нас Все нормально Нам кажется Что Все Хорошо У нас Нет никаких Проблем У нас На всех Фронтах Все нормально И вот Именно Тогда В этот Момент Приходит Зло И оно Делает Своё Пагубное Действие Многие Смотрят На эту Притчу И говорят Ну Получается Что Как здесь Написано Оставьте Расти То и Другое Дожатвы Это В церкви В церкви Соответственно Не надо Никого Трогать Не Обличать Не Отлучать Непопулярное Такое Слово Режет Слух Но Писание Говорит Нам Четко Ясно Что Это Не о церкви Речь Идет Речь идет О мире Поле Есть Мир В другом Тексте Писания Апостол Павел Напишет Коринфянам Пятой Главе Изверг Апостол Это Это Действительно Божий Божьи 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 Колос Пшеницей Чтобы Был Чтобы Никогда Мы не Ушли того состояния, когда нам будет сказано в свое время, отойдите от меня в огонь, в готованный вы знаете кому-то. Пусть Господь благословит нас всех, имей действительно радость в наших сердцах от того, что мы Божьи дети, и мы имеем, с чем предстать пред Ним. Аминь. Помогимся. Субтитры сделал DimaTorzok